Если вы смотрели сериал Чернобыль, значит помните эти дома. На самом деле они стоят не в Припяти и даже не в Украине. Это окраина Вильнюса. Теперь в обычный панельный микрорайон, где дома отличаются друг от друга только номерами, приезжают туристы со всего мира. «Такое чувство, как будто ты находишься внутри одной из сцен фильма. Всё такое настоящее. Я помню, я видела Чернобыль в новостях, но по-настоящему заинтересовалась событиями после сериала. Мне кажется, он разжёг во мне интерес, о котором я даже не подозревала». Создатель сериала Крейг Мэйзен хотел снимать хотя бы некоторые сцены в самой Припяти для аутентичности. Но город-призрак, в котором никто не живёт вот уже больше 30 лет, стал совсем на себя не похож. Многое разрушилось и заросло. Литва же – довольно популярное направление для кинопроизводства. Только в прошлом году иностранцы потратили на съёмки здесь чуть больше 50 миллионов долларов. И если Припять снимали в Вильнюсе, для московских сцен перекрыли центр Каунаса – второго по величине города Литвы. «Люди приезжают в Вильнюс, во-первых, конечно, из-за того, что здесь сняли сериал, а во-вторых, потому что их интересует советская эстетика. Здесь есть такие места, каких больше нигде в мире не найдёшь». После прогулки по импровизированной Припяти туристы сначала идут в музей КГБ, здесь снимались сцены допросов, а потом садятся в автобус и направляются на северо-восток. В 160 километрах от Вильнюса расположена Игнолинская АЭС. В сериале она играет роль чернобыльской. «Здесь у нас зона управления регулирующими стержнями. Здесь, на Игнолинской АЭС, стержни были сделаны из карбидо-бора. Если нажать на кнопку, можно увидеть, насколько глубоко погружён стержень». Игнолинская атомная электростанция похожа по конструкции на Чернобыльскую. У неё такой же реактор с водяным охлаждением. Сейчас станция не работает. Её вывели из эксплуатации 10 лет назад. Только в этом месяце Игнолинскую АЭС посетили больше полутора тысяч человек. Правда, не все сотрудники Игналины довольны. «Возвращаться в прошлое – это не очень хорошо. А то, что интересы извне возникают, ну, наверное, хорошо сняли фильм. Если бы фильм сняли плохо, ну, наверное, бы этого интереса не было». Но туристический поток не остановить. И самое популярное направление – это всё-таки зона отчуждения. Туда каждое утро отправляется несколько туристических автобусов из Киева. В программе – заброшенная Припять, накрытый конфайнментом энергоблок и сувениры со знаком радиации. Не отстаёт от соседей и Беларусь. В апреле в Полесском заповеднике, его организовали на территории наиболее пострадавших районов, тоже запустили туристические маршруты.